МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это культурное обозрение. С вами я, Анастасия Гришина. Сегодня в программе. Почему артисты-тургеневки вынуждены скитаться по чужим подмосткам? А как закрыли по решению суда? Редуар Пикассо Массон в музее-изо-выставке. Искусствоведы назвали ее уникальной. Месть или зависть? Почему художник изобразил графиню Чернышеву совсем не женственной? Нарушение пожарной безопасности и не только. Тургеневку закрыли по решению суда, и это в канун нового театрального сезона. Где будут выступать артисты, и когда в драмтеатре вновь раздадутся аплодисменты, узнала Наталья Чунина. Нельзя теперь подняться по ступеням, открыть парадную дверь и оказаться в светлом просторном холле, ожидая первого звонка. Служебный вход тоже закрыт для всей труппы Орловского академического театра. Попасть внутрь могут лишь рабочие, которым предстоит устранить ошибки четырехлетней давности. В феврале 2017 год, после длительной реконструкции, театр наконец-то открыли. Были в тот вечер и торжественная передача «Ключа», и долгожданная премьера. Казалось бы, скитания артистов во время реконструкции здания закончились. И вот, спустя четыре года для них вход в здание снова закрыт. Аукнулась та самая реконструкция. Театр закрыт по решению суда, так как в театре нарушены правила пожарной безопасности. По проекту в театре должны быть выполнены восемь тамбуршлюзов, которые будут сдерживать дым при эвакуации людей из здания. Этих тамбуршлюзов нет. Поэтому сейчас перед театром стоит задача эти тамбуршлюзы выполнить. Насущную проблему с тамбуршлюзами в академическом театре постараются решить в ближайшее время. Орловскому государственному академическому театру имени Ивана Сергеевича Тургенева правительством Орловской области были выделены бюджетные ассигнования в размере 1 миллион 716 тысяч на реализацию данных мероприятий. Сейчас проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика в целях оперативного устранения выявленных несоответствий. Театр же продолжает жить без привязки к родной сцене. Репетировать будут на сцене ДКЖД. Показывать масштабные спектакли планируют в городском центре культуры. Впрочем, возможным это станет после того, как там закончится ремонт. Увидеть спектакли академического театра можно будет и в Орловском театре кукол. Нет худа без добра. С другой стороны, мы очень рады, что мы можем предоставить им свою сцену, предоставить возможность репетировать, играть на нашей сцене. Заодно мы и посмотрим их спектакли. Мы пообщаемся и в формальной, и в неформальной обстановке предоставим им цеха. Как говорится, друзья должны помогать друг другу. Трупп академического театра надеется вернуться в родные пенаты к концу 2020-го. С премьерой по Островскому спектакль «Гроза» поставит режиссер из северной столицы Яна Гловацкая. Если говорить о реконструкции другого театра, свободного пространства, то там огрехи, оставшиеся от апгрейда, устранили. Наталья Чунина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». А вот театр «Свободное пространство» готовится к открытию нового сезона. Под родиться орловчане увидят премьеру. «Кармен. История. Хосе. Спектакль с непростой историей». Над ним труппа работала в начале года, в апреле спектакль был сдан. Но зрители так и не смогли увидеть яркую работу столичного режиссера Виктории Печерниковой. И вот время пришло. Тему продолжит Наталья Чунина. Снова стены театра украшают афиши. А репертуар на ближайший месяц, не загадывая наперед, постепенно заполняют. В самом театре готовятся к долгожданной встрече со зрителем. Она состоится 2 октября. Откроет новый творческий сезон «Мюзикл. Кармен. История Хосе». Оригинальная постановка, несмотря на всем известный сюжет. О страсти на грани смерти и свободы. Основа новелла Мориме. Новый спектакль будет не только музыкальным, но и масштабным. В нем задействовано 26 артистов. Руководила процессом режиссера Виктория Печерникова. Мюзикл она ставила впервые. Специально для свободного пространства драматург из Болгарии написала либретто. Да нет, черным по белому. Это линия любви. Это жизни. Тут они идут пороза, не тут раз. Как ножом похожее соединились в одну. И так дальше вместе. До самого конца. У нас очень необычный спектакль получился, в общем-то эксклюзивный, потому что пьеса написана для нас, стихи писали для нас, музыку писал наш композитор для нас. Вот поэтому название «Кармен. История Хосе». Вот. И это мюзикл полноценный, большой, сложный, очень красивый. Яркая и красочная премьера в начале творческого сезона – это только начало. Артисты параллельно работают и над другими постановками. Где-то в середине репетиционного периода это «Маугли». Это я делаю. Это тоже будет музыкальный спектакль. Тоже композитор Андрей Григорьев, как и в истории Хосе. Вот мы попробуем сделать для детей большой мюзикл. В общем, такой, я думаю, будет очень зрелищный, потому что он такой получается экшен-спектакль. Надеюсь, что он будет интересен. Это мы планируем все-таки выпуститься, ну, надеюсь, до начала ноября. Что касается онлайн-проектов, автором которых является замхудрука Светлана Коновалова, то они перейдут в новый сезон. Летние приключения станут классными. Будут и новости о тете Черепаше, и строки, опаленные войной. Продолжат артисты делиться и своими воспоминаниями о работе над постановками. Появится и новый проект в сети. У нас готовится один свеженький проект. У нас свежие идеи рождаются. Такой проект пока рабочее название «Роман в письмах». И этот проект будет посвящен каким-то романтическим историям наших орловских писателей. Но пока мы еще эту историю разрабатываем, она у нас находится только так, в задумке. Наталья Чуйна, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка трех величайших художников 19-го и 20-го веков. В залах можно увидеть копии работы Ренуара, Пикассо и Масона. Несмотря на то, что представлены не оригинальные полотна, искусствоведы считают эту выставку уникальной. Почему же? Узнаем из сюжета. Ренуар, Пикассо и Масон. Разные техники, стили и художественное видение мира. Однако объединяет их одно Париж, город, в котором раскрылся их талант и который прославил их имена. Блюз над Парижем. Именно так называется выставочный проект, путешествующий по всей России. Известные работы из частных коллекций Франции и США теперь в Орле. Работы представлены графическими сериями, то, что касается Масона и Пабло Пикассо. А у Агюста Ренуара это цветные литографии с его известных живописных работ. Но, тем не менее, это та самая печатная и станковая авторская графика, которая относится к оригинальным произведениям. Новаторы в творчестве и мунтари в душе каждому художнику выделили по залу. Начинается экспозиция с работ Агюста Ренуара. Большой педант в своем творчестве. Ложился всегда рано спать, потому что боялся проспать для того, чтобы вернуться в свою мастерскую. Стоял у истоков импрессионизма. На выставке представлена плеяда портретов. Особое место занимают детские. В другом зале по соседству расположились работы основателя кубизма Пабло Пикассо. Он был самым дерзким новатором своего времени, на мой взгляд. Безумно талантливым художником, керамистом. Такой манерой письма не обладал никто. Калифорнийский альбом создавался первоначально не для публичного показа. Эту серию считают самой личностной мелодией внутренних исканий Пикассо. Мы сможем проследить эволюцию, которая происходила в голове автора. И так он упрощал формы до того момента, пока не пришел к варианту, который устраивал его больше всего. Цветные афорты малоизвестного в России Андре Масона завершают экспозицию. В 40-е годы, да и в 50-е годы в том числе, в советское время, скорее всего, невозможно было увидеть даже репродукции этого художника. Несмотря на то, что он наш с вами современник, он умер в 1987 году. Короткие молниеносные зигзаги, разбегающиеся и пересекающиеся штрихи, диффузные пятна. Эпизоды Масона – это образы, зарождающиеся, всплывающие из хаоса линий. Серия, которая называется «Эпизоды», она подчинена теме женского тела и нашей естественной красоте. В каждом эпизоде каждый зритель отыщет свое. Выставка «Блюз над Парижем» пробудет в Орле до 8 ноября в Орловском музее изобразительных искусств. Наталья Чунина, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». В деревне Волково, что в Амцентском районе, возрождают приусадебный парк 18-го столетия. Имение ранее принадлежало роду Шиншиных. Сегодня в господском доме располагается школа, а около нее широкие липовые и сосновые аллеи. Именно там и развернулась масштабная реконструкция. Деньги выделили в рамках программы «Народный бюджет». На апгрейд «Зеленого острова» потратят около 3 миллионов рублей. Благоустройство парка в усадьбе Шиншиных вышло на финишную прямую. Благодаря проекту «Народный бюджет» историческое место возродится. Еще полгода назад парк в 11 гектаров больше походил на лес. Тропинки заросли, пруд обмелел. А изначально задуманный два столетия назад барочный регулярный стиль был вовсе утрачен. Раньше здесь было заросшее просто-напросто место. Все. В бурьяне, в кустарнике, всякая растительность. Все. Больше ничего. Пруда практически не было видно. То же самое было заросшее, липки кое-какие свисали до земли. Возрождение парка приурочили к предстоящему юбилею Афанасия Фета. Примечательно, что само имение принадлежало однофамильцу известного поэта. Тем не менее, орловский писатель любил здесь гостить и прогуливаться по широким аллеям в компании Ивана Тургенева. Сейчас бы вряд ли они узнали то самое место. Пешеходные дорожки были сделаны, постелена брусчатка, установлена ротонда, которую мы также видим. Было установлено освещение. В ближайшее время будет сделана стоянка и установлены скамейки с урнами. Новая гордость обновленного парка ротонда, который установили на берегу пруда. Таких в России всего две. Построена она по чертежам воронежских архитекторов. Увидеть строение можно в Сочи и теперь в Волково, что в Амцентском районе. Стоит отметить, что благоустройство парка должно было завершиться в конце июля. Коррективы в сроки внесла пандемия. Также при реконструкции береговой линии возникли сложности. Вот та часть вот данного пруда, она была сильно опущена. Чтобы дорожки наши, которые пошли потом по пруду, не были рельефными, разнорельефными, пришлось очень много подсыпать подрядчику земли. Ну и потом, как вы сейчас видите, все выровнялось и все пришло в нормальный вид. Это всего лишь первый этап реконструкции парка. На очереди второй. К нему власти приступят сразу после того, как сдадут объект. Инатолия Чульна, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». Как связаны стихотворения Пушкина во глубине сибирских руд и портрет графини Чернышева из Орловского музея ИЗО? Об этом расскажет Алла Новоженина. Из-под чьей кисти вышел портрет вот этой знатной дамы. Предположительно, автором мог являться Николай Васильевич Неврев. Картина поступила из Государственного исторического музея в Москве. Изображенная на портрете женщина происходила из очень богатого и знатного рода графов Чернышевых, одной из имений которых, Тагина, находилась в Орловской губернии. Она являлась сестрой декабриста Захара Чернышева и Александриной Муравьевой, которая последовала за своим мужем на каторгу в Сибирь и привезла туда стихотворение Пушкина во глубине сибирских руд. Елизавета Григорьевна была замужем за московским предводителем дворянства, известным ученым, археологом, историком, нумизматом, членом комиссии по строительству Храма Христа Спасителя, Александром Дмитриевичем Чертковым, завещавшим в Москве собранное им уникальное собрание книг и рукописей. Коллекция стала первой частной бесплатной библиотекой в России, называемой Чертковской. В молодости, по словам современника, Елизавета Григорьевна была замечательной красавицей и хорошей певицей с обширным сопрано. Ее считали неординарной и экстравагантной. На портрете она предстает как личность умная, благородная, но несколько холодная, и при всей правильности и гармоничности черт лица, кажущаяся недостаточно женственной. Художник досконально зафиксировал малейшие особенности внешности Елизаветы Григорьевны, но не отразил чудесной силы ее душевного обаяния. Цельности восприятия образа мешают чересчур прикрывающие и зрительно уменьшающие лицо пряди волос, чрезмерно вытянутая вперед кисть правой руки и отвлекающие своей броскостью яркие пестрые детали костюма интерьера, придающие ему прозаический бытовой оттенок. Дом Чертковых на Мясницкой был одним из примечательных культурных центров Москвы. Там любили бывать Пушкин, Жуковский, Загозкин, Глинка, Щепкин. Дружеские отношения связывали Черткову с Гоголем в его московский римский период. Куда пойти и что посмотреть? Музей Тургенева выставка из собрания Воронежского областного художественного музея имени Крамского «К чужим берегам не приставшие». В Кривеческом музее продолжается выставка дуэт живописи и декоративно-монументального искусства Людмилы Белоножко и Елены Федориновой Письменской. В Военно-историческом музее выставка без срока давности. В Орловском музее из образительных искусств выставочный проект «Блюз над Парижем» представлены работы величайших художников 19-20 веков Агюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненные в технике афорта, литографии и гелиагравюры из частных коллекций Франции и США. На этом все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова